нет ничего более ценного чем медитация те кто не знают что такое медитация самые бедные люди в мире они могут обладать деньгами но все равно они нищие потому что ничего не знают об истинном сокровища сокровища которые никто даже смерть не может у тебя отнять сокровища которым являешься ты сам мы несем в себе неистащимую сокровищницу драгоценных камней но мы не исследуем ее мы забыли как исследовать свой собственный внутренний мир нас увлек внешний мир мы стали поверхностными мы стали экстравертами и забыли о том что нужно заглядывать внутрь себя мы не верим что у нас внутри что-то есть вот почему люди говорят нет бога нет души те кто так говорят считают что у человека ничего нет внутри они считают что нет внутреннего измерения бытия но они говорят чепуху ибо внешне не может существовать без внутреннего прийти к миру можно двумя путями во-первых мир можно культивировать снаружи но это фальшивый мир он лишь маска ты выглядишь разумным только снаружи в глубине же у тебя безумие не такому миру учуя вас так называемая ортодоксальная религия они учат подавлять себя они учат культивировать себя они учат создавать в себе определенные качества с помощью воли но все что создается с помощью воли создается его и не проникает в глубь ведь его поверхностное явление создается красивый фасад вот и все второй путь лежит через медитацию это не культивирование себя осознание своих мыслей действий и чувств постепенно произойдет чудо чем больше ты наблюдаешь тем меньше остается того зачем приходится наблюдать когда твоя созерцательность станет совершенной ума становится полностью такая остановка ума и есть мир мир побочный продукт медитации в этом истина это мост между тобой и бытием медитация есть состояние не ума она не в центре ума не на его периферии она просто вне ума наблюдает за умом со стороны кстати таково точное значение слова экстаз находиться вне находиться вне ума значит пребывать в экстазе и это и есть медитация быть созерцателем ума не быть участником ума не отождествлять себя с ним как если бы ты наблюдал за дорогой безмолвно сидя под деревом кто бы не прошел мимо какая разница ты просто сидишь и спокойно наблюдаешь за всем что происходит без симпатии антипатии без предвзятости без суждений как только ты научился созерцать свою ничего не осуждая ничего не оценивая не говоря это хорошо и это плохо как только ты научился созерцать в глубоком безмолвии ты в медитации во время медитации происходит чудо постепенно внешний мир уходит все дальше и дальше постепенно ты перестаешь слышать звуки доносящиеся издалека и вдруг это происходит больше нет ума он заглох ум испарился и когда ума уже нет когда ты остаешься без ума рождается аромат ты пришел домой ты осуществился тысячелепестковый лотос твоего существа раскрылся ты отдаешь свой аромат бытию это молитва это единственный дар который мы можем предложить бытию и это единственный дар который бытие может принять от нас медитация может расцвести только при глубоком расслаблении расслабление это почва где возможно медитация медитация не есть концентрация запомни это концентрироваться значит направить всю энергию своего ума в одну единственную точку исключить все остальное это большое усилие это утомительно так что концентрация медитация отнюдь не синонимы они не только не синонимы это два противоположных понятия медитация предполагает расслабленное состояние настолько расслабленное что ум в нем тает при концентрации ум становится все более и более сильным чем выше концентрация тем больше силы ума при расслаблении ум слабеет ничто не исключается из него в нем присутствует все и нет напряжения нет потребности потребности нет потому что ты не пытаешься сфокусироваться ты просто всему доступен и для всего открыт такая доступность и открытость для бытия и есть медитация для медитации нужно полная расслабленность и так как только у тебя появляется свободное время расслабляйся и будь внимателен ко всему лает собака ругаются соседи шумит транспорт ничто не отвлекает тебя при медитации ничто не может быть отвлекающим фактором отвлекающие факторы могут быть только при концентрации тебя ничто не может отвлечь тебя ничто не может потревожить при такой открытости сознания ум начинает исчезать испаряться ты твое дело видишь проблески не ума это великое переживание и так день за днем все произойдет вдруг однажды ты поймешь что находишься вне ума полностью вне ума ты вышел за его пределы вот почему мистики иногда похоже на безумцев но безумцы выпали из ума а мистики вышли за его пределы и те и другие удалились из ума в разных направлениях различными путями без медитации человек становится посредственностью его сознание ржавеет и покрывается пылью он теряет все свои способности весь свой разум постепенно забывает о том кто он есть он становится тупым это такая тупость забыть кто ты но ведь это произошло со всем человечеством благодаря медитации сознание обостряется пыль сметается ржавчина исчезает твое зеркало вновь становится чистым когда твое сознание чисто оно способно отражать действительность каждый человек если он не полностью глухой считает что способен винить но это не совсем так ты можешь слушать будучи враждебно настроенным ты можешь слушать предвзято ты можешь слушать заранее зная то что ты хочешь услышать ты можешь слушать с обусловленным умом и все это будет неправильно и только любовь способна отбросить все это в сторону любовь способна слушать и без молвия тогда процесс просветления может быть включен чем угодно дождь падает на крышу если услышать то как идет дождь услышать без мыслей без желаний без интерпретации без стремление понять этого достаточно ты осознаешь не дождь падает на крышу а сам бог ветер шумящий соснах не ветер а бог шумящий соснами вода мигущая тогда все что ты слышишь речь не о том что ты слушаешь речь о том как ты слушаешь слушай с любовью и истина окажется рядом блин